Сейчас во всём мире считается, что духовность предназначена для тех, кому за 72. Здесь всего несколько кандидатов. Причина этого — в безжизненной природе того, чем является духовность в современном обществе. В то же время это показывает, насколько человечество запуталось в этих аспектах. Когда мы говорим о духовности, мы подразумеваем, что она предназначена для пожилых людей, у которых нет возможности жить какими-либо другими аспектами жизни. Если вы не можете нормально есть, нормально жить, если у вас начала трястись голова, тогда идите к гуру, посидите с ним поговорить о чём-нибудь духовном. Но в то же время, когда мы говорим, что кто-то одухотворён, мы имеем в виду, что он полон жизни, не так ли? Если быть одухотворённым значит быть полным жизни, то быть духовным должно означать, что жизнь бьёт через край, не так ли? Но, к сожалению, такое впечатление сложилось из-за того, что понятия духовности распространяли, представляли и неверно использовали в самых разных формах. Любой, кто не способен к жизни, обычно получает ярлык духовного человека. Если вы не можете переваривать пищу, которую едите, тогда не ешьте. Если вы не ели три дня, то вы духовны. Вообще-то, если вы плохо едите, плохо одеваетесь и плохо живёте, люди думают, что вы духовны. Таково общее понимание. Мы должны отказаться от слова «духовность». Вам нужно выкинуть из головы мысль «я нахожусь на духовном пути». Потому что нет такого человека, который не был бы заинтересован в жизни, не так ли? Если это не работает для него прямо сейчас, он говорит, что ему неинтересно. Но если это начинает немного работать, ему сразу становится интересно, не так ли? Да? Сегодня дела идут плохо, поэтому он говорит, что ему скучно. Завтра, если вы подадите ему слабую надежду, что всё может наладиться, то он неожиданно начнёт проявлять интерес к жизни. В любом случае, жизнь важна для вас. Лучше отдаться ей полностью. Лучше быть вовлечённым в неё полностью, иначе жизнь будет мучить вас. Вы должны быть либо на 100% живы, либо мертвы. Промежуточное состояние мучительно. Не так ли? Вы препарировали лягушек и тараканов в лаборатории? Препарировали? Кто этим занимался? Промежуточное состояние мучительно. Не правда ли? Одна часть работает, другая не работает. Это всегда мучительно, не так ли? Так что не нужно ждать, когда жизнь станет мучительной, а затем пытаться стать полностью живыми. Духовный процесс означает, что вы живы во всех измерениях, а не только в физическом. Всё у вас абсолютно наполнено жизнью. Если этого не произойдёт, так или иначе жизнь превратится в пытку. Не обязательно, чтобы что-то шло не так. Вообще-то, если всё идёт правильно, это становится гораздо более мучительным, чем когда что-то не так. Потому что если что-то не так, вы будете бороться, чтобы исправить это, и это будет занимать вас. Если в вашей жизни всё совершенно правильно, то вы станете ещё более больными, чем если бы что-то было не так. Не так ли? Когда всё правильно, люди гораздо больше болеют и страдают. Когда что-то не так, вы воспринимаете это как вызов и стремитесь это исправить. Большинство людей не смогут оставаться психически здоровыми, если вы наведёте в их жизни идеальный порядок. Если вы решите все их проблемы, 60-70% населения станут психологически больными. Сейчас они здоровы, потому что они за что-то сражаются. Они заняты, у них есть какое-то дело. Вы теряете интерес к жизни только когда у вас мало энергии. Когда вы подавлены, вы говорите «хватит, ничего не нужно». Но если появляется небольшой всплеск энергии внутри вас, жизнь снова начинает играть красками. Когда вы живы только наполовину и пытаетесь исправить это с помощью внешней поддержки, жизнь будет такой. Если сегодня снаружи что-то рухнет, вы захотите умереть. Потому что оставаться наполовину живым очень трудно и мучительно. Для многих людей только физическое тело живо, только часть их ума живо. Так живёт большинство людей. Быть духовным означает, что всё в вас абсолютно живо. На самом деле нет выбора, быть живым или быть мёртвым, быть или не быть. Люди считают это очень умным вопросом. Но для меня нет вопроса глубее. Такие вопросы возникают только у того, кто не вкусил жизни, кто только рассуждает о ней. Если вы живёте в полную силу, вопрос быть или не быть никогда не возникнет. Потому что что бы ни случилось, вы будете. Даже если вы прыгнете в реку Хугли, вы всё равно будете. Так что духовный процесс не для мёртвых или умирающих. Он для тех, кто жив и кто хочет стать полностью живым, абсолютно живым. Быть живым во всех измерениях того, кто вы есть. Без этого жизнь будет мучить вас во многих отношениях. И не имеет значения, что вы измените. Не имеет значения, приводите ли в порядок свои финансы, есть ли у вас прочные отношения с людьми вокруг. В любом случае, прочные отношения — всегда пытка. Что бы вы ни подправили в своей жизни, она всё равно будет мучить вас, потому что вы живы наполовину. Мы должны убрать из обихода мысль о том, что духовность предназначена для умирающих. Она — для живых. Никто не умирает. Все живут. Вы можете жить либо с телом, либо без тела. Правда. Вы можете жить либо с тем, что вы взяли у этой планеты, либо жить без этого. Но вы всё ещё живёте. Поэтому на планете нет умирающих. Есть только живые. Некоторые люди готовятся вернуть свой кредит, который они получили от Матери-Земли. Некоторые люди пытаются удержать его ещё на какое-то время. Но вы не знаете, когда она его заберёт. Поэтому сейчас очень важно, чтобы такая возможность появилась в жизни каждого. Мы также создаём для этого благоприятную атмосферу в обществах, в которых мы живём. Причина, по которой духовные процессы процветали в этой части мира, в основном заключается в том, что мы создали условия, в которых каждый человек мог заниматься тем, чем хотел. Вы должны понять, что это единственная культура, которая провозгласила свободу и право выбора, как высшие цели жизни. Если вы родились в Индии, ваша цель — мукти. Ни Бог, ни небеса. Ваша цель — мукти. Сегодня говорят, что идея освобождения, идея свободы пришла к нам откуда-то извне. Но это не так. На протяжении тысячелетий мы считали это высшей целью в нашей жизни. Бог не важен. Бог — это просто ступенька на пути. Важна ваша мукти. Это так? Вам так говорили? С Богом или без Бога вы достигаете состояния абсолютной свободы. Это самое главное. Это стало возможным благодаря тому же чувству свободы, которое мы создали во всех аспектах жизни вокруг нас, чтобы вы могли делать все, что захотите, и при этом оставаться частью этого общества. Фермер мог поклоняться своему плугу — это было нормально. Кузнец мог поклоняться своей наковальне — это было нормально. Вы могли поклоняться своей любимой матери — это тоже было нормально. Вы могли поклоняться своей любимой жене, вы могли поклоняться своему любимому ребенку. Вы садовник, вы любите деревья и поклоняетесь им — это нормально. Если вам не нравился ни один из существующих богов и богинь, вы могли создать своих собственных. И никто не думал, что это неправильно. В этом обществе никогда не было и мысли о том, что кто-то может быть еретиком. Верующие, неверующие, люди, которые поклонялись змеям, коровам, слонам, обезьянам, горам, деревьям, рекам, чему бы они не поклонялись или если они вообще ничему не поклонялись, всем им было позволено жить здесь с одинаковым чувством свободы, с одинаковой свободой выражать свои мысли и все, что они чувствуют, их переживания жизни. Духовные процессы будут развиваться только при сохранении такой атмосферы. Если мы не сохраним это чувство свободы в том, как мы думаем и чувствуем, выражаем себя и относимся ко всему, что желаем, духовного процесса не будет. У людей не будет пространства, чтобы исследовать свое сознание. Вам придется просто следовать книжным стандартам. Что сказано, то и есть. Так что поддерживать это в нашей стране очень важно, чтобы каждый пользовался этой свободой, каждый мог делать то, что хочет, и мы были по-прежнему частью общества. Вы слышали о Гиммлере, деятеле Второй мировой войны? Он был одним из соратников Гитлера. И вот однажды Гиммлер пошел на конспиративную квартиру, в которой жило восемь двойников Гитлера. Восемь человек, которые выглядели в точности как Гитлер. Они были обучены вести себя как Гитлер во всем. Он вошел и сказал, «У меня есть хорошая новость и плохая». Нужно было обращаться с ними как с Гитлером, чтобы они к этому привыкали. Он вошел и поприветствовал их. Он сказал, «Фюреры, есть хорошая новость и плохая». Они сказали, «Сначала хорошая новость». Тогда он сказал, «Наш фюрер все еще жив». «Это хорошая новость». Они ответили, «Это замечательно. Какая плохая новость?» Он ответил, «Наш фюрер потерял левый глаз». Так что то, что происходит вокруг вас, случится и с вами. От этого никуда не деться. Что происходит вокруг вас? То, что случится с Индией, случится со всеми индийцами, не так ли? Поэтому нам нужно не по политическим, но и по духовным причинам создавать благоприятные ситуации вокруг нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok